Лабвакар, Латвия То не вран летит в синем небушке, То не конь бежит в чистом полюшке, То идолище поганое балалайки в поезде забыла. Да, Толик, честно говоря, не так я себе представлял свое феерическое появление на Юрмальском фестивале. Ну да ладно, не будем грустить, а говорится, где наша команда только не пропадала. Сейчас к нам приедет Рижское телевидение снимать про нас сюжет. Поэтому что? Юмор, веселье, смех. Идолище спрятать. Нам нужно показать, что мы не самая тупая команда на фестивале. Хотя сюжет будет называться «Самая тупая команда на фестивале». Делаем что-нибудь, готовимся, давайте уже. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Или сегодня мы в гостях у команды КВН «Прима». Несколько вопросов капитану. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, для начала скажите, как вам у нас в Юрмале? Кстати, отлично. Отлично. Ну, это, пожалуй, единственное место, где на пляже запросто можно встретить Роналдо. Вы что, встретили Роналдо? Ну да, вчера на пляже с семьей, с детьми, как положено. Настоящего? Конечно, настоящего. Ну, если у него на футболке вот здесь было написано «Роналдо». Не, а главное, тоже поначалу засомневался. Но он был с Зиданом. У которого на футболке было написано «Зидан». Нет. Он меня просто сразу головой в грудь ударил, и все. Так что есть к ним еще вопросы, нет? Нет. Идите, поешьте. Ну, у каждой команды есть своя изюминка. А у вас? А у нас, Толик. Понимаете, так получилось. Он, кстати говоря, недавно вернулся к нам из отпуска. Как видите, посвежал, отдохнул. Или, как он сам выразился, прокапался. В специальных фестивалях у Толик подготовил свой фирменный номер. Что-то на Джексон и не очень похоже. А, понимаете, это, собственно говоря, не Джексон. Это гениальная находка Толика. Так называемый «Обратный Джексон». Давайте еще раз посмотрим. Если что, я в игровых автоматах. Мы помним, старичок, давай. А какие задачи вы перед собой ставите? Ну, в смысле, какого Кевина хотите увезти? А, понимаете, мы не хотим с собой увезти никакого Кевина. Ну, дело в том, что мы команда из Соловиного края, так сказать, из края поющих птиц. И если мы в Курск привезем еще одну поющую птицу, никто нам спасибо не скажет. А вот если мы привезем с собой деньги... Вы что, приехали сюда подзаработать? Ну да, все знают, что мы неплохо рисуем. Поэтому мы открыли на пляже тату-салон. А мне сделайте татуировку? Давайте, давайте что-нибудь подберем вам из моего каталога. Иди сюда. Начнем, пожалуй, с самой популярной татуировки. Солнце и Север. По-вашему, это самая популярная татуировка в Юрмале? Нет, это самая популярная татуировка, скорее, на менее комфортабельных курортах. Нет, мне это не нравится. Давайте еще что-нибудь. Вот есть лысый. Нет, ну мне это явно не подходит. Я ж волосатый. Ну, Север так Север, давайте плечо. Подождите. Причем здесь Север? А вдруг я к вам из Москвы приехал? Что же молчали, что вы из Москвы? Я бы вам выколол вот... Что это? Как что? Север Москвы. Кстати говоря, Биберева вообще отлично получается у меня в шаге. Понимаете, мне нужна татуировка со смыслом. Они все со смыслом. Допустим, лысый означает беспринципность и плешь. Я не хочу плешь. Я хочу, ну не знаю, например, храбрость. А, храбрость, да? Ну тогда это вот, ежик. То есть, по-вашему, ежик означает храбрость, да? Поверьте, мне нужно быть очень храбрым человеком, чтобы пройтись по пляжу с татуировкой ежик. Слушайте, у вас есть какие-нибудь другие трафареты? Ну вот есть у меня армейская серия, пожалуйста. Вот, ВДВ, ВМФ, ВВС, вы где служили? Я не служил. Вот не служил. А вы вообще без трафаретов умеете работать? Ну конечно. Что-нибудь эксклюзивное можно мне, да? Вы женаты? Да. Как зовут жену? Катя. Давайте выколем вам вот так Катя. Нет, подождите, но татуировка это ж на всю жизнь. А вдруг я через пару лет с ней разведусь? Ну ничего страшного. Всегда ж можно переделать на что-нибудь нейтральное. Я не знаю, будете Катяра. Я не хочу быть Катяра. Я хочу, чтобы у меня осталась память о Юрмале. Чтоб я не забыл это море, солнце, красивых девушек. Тогда могу предложить вам вот. Что это? Это крестик. Я наколю его вам вот здесь на руке, чтобы вы не забыли, это море, солнце и девушек. У вас нормальное есть что-нибудь? Я не знаю, что в вашем понимании нормальное. Нужно вам русалку наколоть? Вот, русалку. Давайте, не глядя. Вы знаете, здесь лучше посмотреть. Боже, что это такое? Как что? Русалка полуженщина, полурыба. Но в сказках рисуется наоборот. Ну то в сказке, а это жизнь. Жизнь, говорите. Что-то у вас какая-то... Жизнь, говорите. Что-то у вас какая-то пустая жизнь получается. Ну а при чем здесь мы, да? Время просто сейчас такое. Хочется сделать что-то великое, героическое для КВНа. А в жизни нет места подвигу. Вот будь сейчас двадцатый год, да гражданская война. Да чтоб враги непременно нас в плен взяли. Вот тогда б мы себя и проявили. Светит незнакомый гражданин. Светит лампой мне в лицо сурово. Задает вопрос всего один. Выдай командира Маслякова. Я утру разбитое лицо. В скину гордые очки упрямо. Гады, неучливы одного. Маслякова не сдают куряне. Усманский отряд меня спасет. Отнесет к ермольнику землянку. Грустно хратьян произнесет. Что ты напоследок хочешь, Санька? И загонит восемь лошадей. Храбрый верник, верный другом дива. Лайма прокричит ему. Скорей! Он мечтал увидеть командира. А когда очнусь, то пред собой. Вдруг увижу я Кивина образ. Вот, Санек, возьми, теперь он твой. Скажет мне знакомый с детства голос. Я скажу без зависти и лжи. Глядя в добрые глаза кондива, Отдайте лучше птицу Сангаджи. Потому что он палет красиво.